С виду обычный поезд, а на самом деле музей поставили на рельсы в 2011 году. С тех пор он посетил больше 170 городов. Он курсирует по России постоянно и останавливается только два раза в год на техническое обслуживание. Вся уникальность этого поезда в том, что он может приехать туда, где есть рельсы. А рельсы у нас по всей России. В любой тупик можно заехать и показать свои инновационные проекты. В России он такой один. Да что в России, во всем мире. Что-то подобное пытались сделать немцам, но у них проект не пошел. Зато у нас достижения РЖД уважили. Ну вот за два года путешествия было более 350 тысяч. Я думаю, что сегодня будет приблизительно тысяча человек. Вклад в эту тысячу внесли супруги Тиняковы с внуками. Музей не ходят проведать каждый приезд. С большим интересом смотрим. И мы взрослые уже, хотя много повидали, все это не успеваешь охватить, но хотелось бы. Охватить есть что. Модели легендарных электровозов, фрагменты из железнодорожного полотна в натуральный размер. Целые диспетчерские пункты, оборудованные по последнему слову технологией. А чего стоит один макет вокзала будущего? Экологическую и окупаемую мечту планируется воплотить в Анапе. На крыше вокзала будут установлены солнечные модули, которые будут поглощать солнечную энергию и преобразовывать ее в электричество. Особенно гостям нравятся тренажеры. На таких учат будущих машинистов. Да и дальнобойщикам себя почувствовать можно здесь же. А потом запросто измерить собственную радиоактивность или запустить атомный реактор. Или потрогать скафандр, побывавший на МКС. Причем без ущерба секретным технологиям. Достаточно тайны мы не можем никак раскрыть. То есть все, что нужно людям знать, то мы раскрываем. Бригада состава – 22 профессиональных железнодорожника. Начальник комплекса 30 лет командовал поездами пассажирскими. А в лекторы без удостоверения проводника не берут. Рассказываешь сам, вместе с тем развиваешься сам. Черепаешь информацию, узнаешь много нового. Поезд остановился в Орле всего на два дня. Дальше двинется в Курск, а потом в сторону Сочи. В следующий раз орловчане увидят экспозицию примерно через год.